всем привет мы вновь бордшопе сквот сегодня мы женьком и поднимем такой же утрепещущий вопрос как собрать комплит не за 20 тонн а как-нибудь подешевле проведя много бессонных ночей с конкулятором и ценниками мы вывели такую схему собственно как собрать достойный скейтборд всего лишь за грубо говоря такую низенькую цену 6650 рублей и сейчас мы вам расскажем и покажем как это сделать в основе всего у нас будет идти доска сквот свеженькая новая размер восьмерка стандартный классический без всяких заморочек решили сделать ее для всех ценник у нее 2 590 она новенькая свеженькая прямиком из китая завода dsm сразу же на нее мы положим шкуру суперер за 280 рублей потом мы возьмем подвески тензор по размерчику все круто они самые обыкновенные ничего в них супер примечательного нет но тензоры крутые подвески достаточно долго держится и именно эти модельки стоят 910 рублей за штучку дальше колеса колеса у нас идут сквотовские мы выбрали 54 миллиметра хотя я наставил на других размерах но женёк сказал это идеальный размер для стритовых пацанов вот собственно колеса сквот стоят 1050 рублей далее переходим к подшипникам сквот 750 рублей за 5 обек при учете того что спид дэмонс стоит 800 рублей за 3 обек это отличный вариант ну и в завершении мы решили взять винты independent дюймовые шестигранники всего лишь за 160 рублей собираем и и и и и и Ну и пока Женек тут обрезает шкурямбу, я, пожалуй, раскручу гаечки на осях, чтобы не терять драгоценное время. Субтитры подогнал «Симон» Собственно, вкручиваются уже потихонечку винты. Мы взяли дюймовые. По какой причине? Потому что на данный комплит рейзеры мы не ставим. В принципе, они нужны либо для того, чтобы немного амортизировать удары, прыжки и так далее, либо для того, чтобы не было виллбайтов. Но, собственно, может быть, кому-то они нужны, понадобятся. Поэтому всегда можно делать небольшой запас в плане длины винтов. Собственно, рейзеры – это такие прокладки между доской и подвеской. А виллбайт – это когда при раскрученных подвесках поворачиваешь, и колесо цепляется об доску, закусывается, резко останавливается. Это крейсерская скорость доски резко сходит до нуля, и человек улетает в позе супермена дальше по ходу движения. В принципе, не особо приятная ситуация. Чтобы таких ситуаций избегать, обычно ставят рейзеры, то есть прокладочки, проставочки на доску. Ну и, собственно, в нашем случае такой ситуации не будет, потому что колеса у нас диаметра 54-го, и все окей, не будет такой ситуации. Ну вот, собственно, мы плавно перешли к внедрению подшипников в колеса и к нанизыванию колес на подвеске. Женек, скажи мне, пожалуйста, юзаешь ли ты вот такие вот шайбы? Зачем они нужны? И вообще, что это такое? Ну, мне кажется, если они есть в комплекте с подшипниками, то они по-любому нужны. Если бы их не было вообще, то их бы и не было вообще. Вот, и я считаю, что их обязательно нужно вставлять, потому что они хорошо, ну, как бы они играют такую роль, они сохраняют долговечность подшипников самих. Потому что эта шайба встает между подшипником и гайкой, между подшипником и подвеской, и защищает подшипник от вибраций, и также, как бы, сохраняет дольше его жизнь. Вот, поэтому ставьте всегда шайбы, это нужная вещь, как бы она продлит жизнь вашему подшипнику. Ставьте шайбы и лайки. Женек, а скажи, пожалуйста, а почему ты ставишь колесо белой хренью наверх, а не красивой крутой графикой? Ну, потому что так делают только крутые человеки. Да? Ну, и самые классные перцы делают. Странно, я думал, я крутой, но всегда ставлю графикой наружу. Нет, нет, нет. Я что, не крутой? Если будете ставить, это, как бы, самый главный тренд. Ставьте графикой вовнутрь. Так наружу или вовнутрь? Шнуровкой наружу. Кто помнит, если вентуру? Ну, вот, собственно, собрали мы такой вот интересный скейтборд. И самое главное, что нужно сделать на скейтборд, наклеить наклейку. Да. Такая маленькая наклеечка. Без нее он просто не поедет. Да. Специально от Женька. Вот сюда наклеивается. Да. Ну, вот, короче, собрали мы такую пушку после детейлинга. И она может оказаться вашей, если вы будете подписаны на наш канал. Поставите лайк под этим видосом. Сделайте любой комментарий. И репостните это видео к себе на страницу ВКонтакте. Вот. Ну, и, собственно, рандомайзер выберет счастливого обладателя вот этой вот гоночной тачки с наклейкой от Independent. От скейтеров к скейтерам. Да. One love. С вами был Bordshop Squad. Дима и Женек. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok